Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре и на распаковочке будет вот такой вот странный поп-фильтр. Да, для некоторых он покажется странным, но некоторые, скорее всего, уже у некоторых блогеров, в тавтологии некоторые-некоторые, видели подобную штуку. Это разновидность поп-фильтра, которая миниатюрная. И, кстати, со своей функцией она справляется хорошо. Она не ветрозащита, а именно поп-фильтр. И мы, как всегда, по традиции приступим к нашей скромной распаковочке и перейдем к тестам. Хотя тесты уже, можно сказать, начались. Погнали! Так, вот, собственно, коробочка. Я заказывал еще всякие крепежи для гитары, для медиаторов, для классической гитары. У нас тут капонастер самый простой. Взглянем на него заодно. Так вот, такая вот херня. Кого интересует также, да, заодно у нас тут на распаковке, скажем так, заглянул. Самый дешевый капонастер для классической гитары. Барахло, короче. Но нас интересует сейчас вот эта вот штучка. Это такой вот поп-фильтр. Такого вот плана, который одевается на микрофончик. Внутри он такой вот с железной сеткой. То есть, чем-то он даже по функционалу должен отличаться от тканевого поп-фильтра. Как минимум, он будет занимать меньше места. Да, но про особенности свойств колготки и металла ты можешь написать в комментариях. Мне будет полезно. Да, у меня здесь есть такая штучка, дрючка, специальный поп-фильтр. Всегда для тестов у меня повешен. Ну и для озвучек закадровых тоже висит здесь такой поп-фильтр круглый. Но он занимает пол кадра. А вот этот вот малыш столько места не берет. Конечно, у меня есть также стандартный поп-фильтр, который я могу повесить на паук. Но тогда мне надо будет как-то микрофон поставить вот таким вот образом. В моем случае это невозможно. И да, приступим к тестам. Петька, принеси папиросы, пожалуйста. Петька, принеси папиросы, пожалуйста. Петька, принеси папиросы, пожалуйста. Вот такой вот поп-фильтр, как понимаешь, битбоксить лучше в этот круглый Мягкий звук тогда получается, но единственное, что он занимает много места С этим поп-фильтром это то же самое, что если бы надеть ветрозащиту Но не совсем, поскольку если использовать ветрозащиту, то микрофон закрывается и звук немножечко меняется Но штучка прикольная, имей в виду, что такое есть Раньше я уже такое видел у фирмы Maki, это, собственно, у нас бренд Toman Со стороны выглядит, наверное, не очень, то есть если с задней стороны тут всякие шнурочки какие-то Как бы выглядит не очень красиво, то есть красивее, конечно же, использовать сам микрофон вот таким вот образом отдельно Но занимает эта штучка немного в кадре, как понимаешь И что-то наподобие нейлона тут такого С обратной стороны у нас железная сетка И у нас идут вот такие вот пружинки То есть сюда, в принципе, залезет, ну, практически любой конденсаторник или там подобные микрофоны Штучка может быть кому-то полезной Ссылочки, как всегда, будут в описании Если найду на Алиэкспрессе, то рекомендую брать на Алиэкспрессе Поскольку, да, ценник для такой маленькой безделушки, конечно, большой Но, в принципе, и вот эти вот круглые ребята у нас стоят примерно столько же, сколько и вот этот Вот этот может быть на пару евро дороже, чем простой круглый поп-фильтр У меня, собственно, все С тобой, как всегда, был Дядя Бен Желаю тебе всего хорошего и до свидания Субтитры сделал DimaTorzok